А кто обещал? Я? Посмотрите в свои эфиры. Ну что вы пристали? Я обещал, кто-то еще обещал. Как сделаем, мы вас пригласим. Новосибирск погряз не только в снегу и грязи, но и во лжи, в неуполнении обещаний первыми лицами. Мы ни шатка, ни валка шагнули в 23-й год, а власть до конца года так и не ввела в строй ни станцию метро студенческая, ни ЛДС. Хотя обещали и мэр Локоть, и губернатор Травников. То, что еще год-два назад вызывало большой скандал и прокурорскую проверку, теперь ничего, кроме отстаньте уже ради бога, когда-нибудь, не загадывая, построим, что вы докопались до этих сроков. В связи с тем, что мы работаем по догоночному графику, по сути дела, очень важно развернуть работы по всем фронтам. Травников многократно посещал ЛДС на всех этапах строительства, чтобы не случилось двух бед. Срыва сроков и удорожания объекта. Губернаторского внимания стройке уделялось много, но это почему-то не помогло. Говорят, пандемия сбила график возведения нового ледового дворца спорта. Придумали даже новое слово. Не провал, а догоночный график. И вот мы догоняли, догоняли, душили, 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 душили. А ни много ни мало, надо было успеть сдать объект в августе 2022 года. К сентябрю построить не успели, и на ЛДС пришла прокурорская проверка. И глядя в глаза прокурору, подрядчик честно сказал, когда сдадут ЛДС. Когда он будет везен? Значит, по графику мы планируем завершение всех работ 1 ноября. 1 ноября. Смотрите мне, грозит пальцем прокурор. Если что, всех пересажаю, говорят его строгие глаза. А губернатор Травников рядом стоит, естественно, не как статист, а он, первое лицо, держит руку на пульсе и чутко контролирует неукоснительное соблюдение сроков. Вернее, догоночного графика. Возможно, на месяц от согласованного срока, 1 октября, вполне возможно, график уйдет. На месяц, как минимум, пришлось сдвинуть график из-за проклятых санкций и сбоя с поставками оборудования. Единственный, кто открыто высказывает недовольство срывом сроков, это вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко. Мы рассчитываем, что здесь будет первая игра, сыграя на 15 сентября. Я, честно говоря, ожидал другую строительную готовность. Вам нужно с этим разобраться. Я считаю, что это отсутствие должного контроля со стороны Минспорта за строительством арены, которая должна была быть готова через сколько дней? Через 8 дней. Травников воротит лицо от говорящего неприятные слова Чернышенко. Он прекрасно понимает, что ни через 8 дней, ни через 8 недель или месяцев объект, скорее всего, готов не будет. Главное, чтобы крайним был кто-то другой, кто тоже следил, но не уследил. Прокурор приехал на стройку и говорит, вы, Андрей Александрович, главное, не допускайте удорожания объекта. Он и так стоит космическую сумму. Я хочу пожелать, чтобы на сегодня скрелось рамки завершения. Так точно, говорят Травников, министры, подрядчик, будем держать цены и отправляют в правительство документы на дополнительное, очередное выделение 1 миллиарда 400 миллионов рублей. Губернатор, возможно, запамятовал, что первоначальная стоимость ЛДС была 10 миллиардов, а к концу прошлого года она стала 14 миллиардов 400 миллионов со смещением сроков сдачи как минимум на полгода. Контрольные сроки 1 октября, завершение всех строительно-монтажных работ, завершение пусконаладочных работ основного объема 1 ноября, в течение ноября, завершение прокрутки и оформления документов, сдачи документов, ну и, соответственно, в середину декабря получение ЗОС и подготовка к проведению публичного мероприятия. То есть даже 4,5 миллиардов не хватило, чтобы догнать график. Новая официальная дата сдачи ЛДС в эксплуатацию 25 декабря 2022 года. Как вы понимаете, все названные в третий раз сроки сорваны. На дворе январь, ЛДС как осенью на финишной прямой, а губернатор говорит, что, оказывается, были и субъективные ошибки. Некоторых чиновников даже посадили. Критики говорят, что ни один объект пока не сдан. Но оппоненты говорят, ни один объект не остановлен. Вот все-таки какое выражение правильное? Ну, смотрите, на то они и критики, чтобы подсвечивать проблемы, к сожалению, иногда забывая про результаты. Были, конечно, и субъективные причины, были ошибки моих коллег, которые отвечают за это направление на муниципальном уровне и на региональном уровне. И, к сожалению, некоторые ошибки были достаточно существенные. Они заканчивались для кого-то уголовными делами. Так выходит, не пандемия и санкции виноваты, а чиновники, которые плохо работают или воруют. Какой был толк в том, что губернатор, министры, депутаты 10 раз посещали ЛДС? На выходе перед камерами убаюкивающие комментарии, что все хорошо. Строим так быстро, как можем. До конца года построим. Любая критика отметалась. Дескать, злопыхатели и вечно недовольные СМИ сгущают краски. Видео, снятое строителями, называли фейком. Подконтрольные СМИ снимали постановочные ролики с мытьем кафеля в ЛДС, будто все готово, но оказалось не готово ни 1 сентября, ни 1 ноября, ни 25 декабря. В уме держим еще одну дату, о которой все, возможно, забыли. Отмененный чемпионат мира по хоккею должен был пройти с 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года. Так вот, если бы его не отменили из-за спецоперации, чемпионат мира в Новосибирске был бы сорван. И вот за то, что не успели к дате начала чемпионата согласованной Международной Федерацией Хоккея и президентом Путиным, за это пока не наказан никто.